к нам пришла весна наконец-то начал снег таять солнечная сторона уже даже земля видна бежит вода вниз в речку спускается привет всем у нас сегодня 3 апреля суббота солнечная погода а до этого 4 дня был снег и дождь и вот сегодня один денечек хорошей погоды мы пошли прогуляться до леса посмотреть что происходит будем начинать каждое наше теперь путешествие с латинских пословиц и постепенно так вы выучите все основные латинские пословицы сегодня будет такая пословица без дат кви цитодат вот а переводится это так дает дважды тот кто дает быстро без дат кви цитодат товарищи я не успела снять вот только выключила камеру летит ворона и гонит на ту сторону сову огромную на у нее размах крыльев это какой-то кабан летел буквально и вот она там села совище огромное полуметровая и плюс крылья вот я смотрю через дорогу так кабаниха летит огромная перелетела а вороны не боятся гоняют их уже видимо гнезда строят ну и еще такая одна пословица тоже многозначительная ходе цезарь краз нихель сегодня цезарь завтра никто это касается наших высокопоставленных господ сегодня они цезарь и а завтра никто а мы ищем местечко где можно притулиться и посидеть меня страшно болит голова просто страшно чем что-то болею я опять плюс я до пол четвертого смотрела сериал называется топи вот и типа страшный такой фильм наподобие территории там про деревню топи как там всякая нечесть водилась какие-то там маньяки семь серий смотрела сначала на скорости 1.25 а потом скачала и на компе не знала как увеличить скорость и пришлось смотреть на пол четвертого шишки вон вижу на елке вся вся в шишках раньше школьники собирали эти шишки издавали в лесничество когда садили новые леса смотрите как тает снег как слоеный пирог подтаивает 3 апреля сегодня плюс четыре ощущается как ноль потому что ветер сильный хол ну а вчера вообще лил двое суток дождь просто сильнейший вот там лишь какая хорошая какое место травяное ну ладно еще пройдем можете ищем место где посидеть маронье опять там он полон она летает нет ну совата какая с таким как кабан так тяжело и смотрите какое голубое небо и верхушки там елка вон шишками видна и сосны но вся в шишках я тинь тинь синицы пока что лично мы ни одной перелетной птицы не видели у нас только грачи если прилетели максимум дрозды прилетят не раньше шестнадцатого три сагуски тоже так же финн товарищи я короче не снимала это но мы пробиваемся по пол по пояс сугробах и вот наконец-то пробились я же это задохнулась и вот тут уже не так глубоко уже можно идти и снимать без лыж тут кто-то вот я по чьим-то следам тут что-то пилил все дальше не пойдем здесь можно сидеть и где-то там сугробах вязнь маман да опять и и потащила но просто найти сейчас пока трудно хорошее место потому что сугробы и только-только вот начинает по серединке вытаивать я начерпала я немного начерпала не знаю кстати куда же идет это я думаю это идет к схрону там должен быть схрон старый какой-то хрен с ним ладно так что вот держусь из-за стволы деревьев надо было бы конечно палки с палками было гораздо легче вот ну ладно не знаю сейчас на сапоги вытрясти будет снег из сапог пишите какая у вас погода сейчас я отдышусь и буду обустраивать нам стойбище мы подышим свежим воздухом такие у нас над нами елки там сосны сосна там дальше сосняк нем маслята здесь пока что такое место вот сейчас сюда тихонько воду о капец глубоко как он там дело сделаю седала наверное тут и будем сидеть так все таки я немножко пробилась ниже тут сидеть лучше туда же даже для костра хорошая елка сушила короче с той стороны стреляют без конца уже 20 выстрелов было так ну ладно слышите да оттуда стрельба с той стороны поэтому туда дальше уже идти не на это они нас могут подстрелить случайно постоянно уже где-то 20-30 выстрелов было вот он слышите да или оттуда там часто бывает там шеду может быть оттуда либо оттуда вот как-то непонятный звук туда не надо ходить сегодня будем жарить вот такие вот вкусные сардельки запах от них копчененьким ну не знаю костер разводить не будем вот костер разводить не будем хотя сегодня он тут вот эти вообще хорошо будут гореть вот эти вот штучки они вообще хорошо горят сухие вот это все вот это штушина все все хорошие вот ну чё-то с костром долго возиться не охота мы их просто пожарим на газу сейчас это уберу все тут вот удобно это как диван я уже все тут продумала хорошо так запах какой картошки пожарим вкусно нормально поедем еще конфеты и чай такой сегодня у нас будет обед лесной все нормально уже видите хвоинки когда вот так облетают значит уже все весна вот у нас только что сейчас мартовский наст начался там уже на лыжах гонять так ну вот дошла мама ну тут вообще мелко нормально это такое куда они ходили то это они на же голландские водопады наверно на же голланд на кваркуши на же голланд это я же купила за 128 рублей осьминог его можно к любому стволику дерево приделать и не надо тащить большой штатив с собой ой вот так плохо порезала неровно ладно это моя будет неровная нет мы должны сейчас наездки сильные это самое все равно дует я поленилась ветра защиту вот такие хорошие сегодня очень сильный ветер у нас так картошку я уже порезала а так спонтанно пошли вообще думали тени идти а да да что только к утру перестал вот еще масло это из под гуаши я помыла одно все пожарится солнце сегодня нормально а утром была такая мутная погода да о хорошо хотя мы на таком месте хорошем для кострика все есть просто что-то лень у меня башка болит вообще не могу сейчас еще выпью игл про фена я закрыла вот так вот так маленько о немаленько хорошо жарилась но на хорошо пахнет можно жить тоже добавлять пиш она маленькая месси с картошкой пусть по очереди ладно те выходные мы никуда не ходили дома были я вот на такой крючок повесила на березу свою сумку я фикс прайс покупала специально для того чтобы камеру впереди носить это для камеры ну и теперь телефон там ношу так елочкой пахнет вкусно как будто новый год вот этой вот хвоинка точно мы же забыли вилки ложки ну ладно лопаткой можно есть как это уже готова такая хорошая зажарится а запах такой приятный сейчас эти дожариваем соль есть у нас по моему а нету соли ну ладно у нас майонос есть вместо соли да они соленые нормально это было две вареных картошки я утром думаю что же с тобой взять такого нет мы ведь не рассчитывали мы не рассчитывали что мы сможем пробиться без лыж и поэтому думаю если чё так просто съедим с хлебом да и все сейчас это картофан уже сюда заделаю сейчас уже снег почти растаял будем брать мамами туры какие-нибудь интересные ездить начнем наконец-то зима кончается зажарим будет уже пахнет сейчас я тебе уже колбасу так я вот отложу несколько сюда мой да так это тебе хочешь уже начинать надо чем будешь надо ножик что вкусно вам да сейчас я картошки добавлю ой как вкус не у нас будет все уже можно ай майонезик у надо маленько взяли дотратить все что короче собиралась утром еще котлет нажарили и пошли такие а биштек сюда ну все короче я вырубаю так сейчас все хлеба поджарю и все чтобы потеплее было то холодный все выключаем не знаю какая птица выключила нет все это надо подогревшись такую попробуем вот не знаю что за птица над нами поет у нас место там вы вышина мы в ямке сидим поэтому тут не так сильно дует я вот проголодалась принять есть надо быстро потому что остывает мгновенно хоть и плюс 4 но у меня вообще на телефоне плюс 2 ощущается как 0 до так то я вот в зимней курточке ну это лыжная у меня зимняя такая вот так что не знаю скажите какая у вас погода у нас особо то еще ничего да только таять начала в городе то конечно уже это на солнце только да только на солнце потому что там снег счищают а вот видите в лесу то ничего только только он начал чернеть на лыжах можно весь еще апрель гонять кое-как вот прошли все съели хорошо вкусно и сейчас будем чай пить вот так хорошо стало все птичка какая-то поет все вкусненько поели так еще подолю чай у нас здесь стоит ты у места тут ну что поели попили сейчас просто сидим дышим хвоей хвоинками ну тут вот эта елка прямо это вот можно сделать так надрать это пихта это не елка пихта оказывается надрать и ванну сделать заварить кошечки настоять так напарить вылить ванну у вас будет а лучше ее конечно растереть чтобы из нее все это вышло вот а можно чай заварить он будет не горький будет вкусный мы с тобой делали такой чай сидим короче отдыхаем на ногах у нас такие сапоги из светофора дешевые да они теплые их не жалко и шесть лет четыреста рублей до 450 вот как хорошо хвоя пахнет спасибо скажет плюс 7 ну и короче это а почему больница то загорелась замкнула приводку а всех вывели да да кто так выходил кого машины скорые-скорые-скорые его возили в другие больницы и только вот они в одной операционной делали операцию а вот они как раз операцию это делали а там были в реанимации после операции люди ну как их вытаскивали всех это было это в благовещенске то ли благовещен что ли чё-то но их выносились с аппаратами тут эти приборы разные подцеплены шланги провода это считается большая больница как там ведь двух или трех лет аж будет а внутри тоже ладно то так больше тысячи там 2 плюс 7 так хорошо так поймали ну вот собрались сейчас нам еще опять вылезать из этого леса по глубокому снегу потому что здесь то помельче под деревьями а там вообще вон по пояс мама я вытаскивала ее вот и мы еще походим это у нас только начало у нас еще чай конфеты остались хлеб батон на случай голода и еще сухой горючий оказывается у нас есть можно кострик жечь и без газа если бы мало ли ну не кострика так то есть у нас все продумано с собой вовжу птицы птицы парами видно летают ага так я тогда чё первое пойду или же это было нет я ничего не забыл а ты я тебе руку буду давать тогда жалко так всегда уходить всегда жалко уходить с это с места своего сейчас уже там вот особенно подтаивает вода под снегом уже начинается так ну все включимся когда он туда вылезем мама себе выдрала бодок но дерево но то такое будешь там одном месте то вообще трудно а я так пойду упаду да купаду пофиг смотрите вот все в таких мелких шишках и кусочки елок наверно клесты так ну что пробираемся дальше тут чуть чуть еще страшно потому что снег это солнце растапливает а под низом то вода каждый каждый шаг надо выверять так ну что спасибо палка что ты помогла оме вылезти солнце слепит вообще невозможно ничего не вижу не аж мотает так здесь тоже тоже снег стал проваливаться мы шли до два часа назад тут что не проваливала сейчас вот все тут уже на малек и выходим опять на ветер возвращаются певцы наши старые жильцы от невидимых лучей побежал с горы ручей и подснежник маленький вырос на проталинке у нас еще нету ни подснежников даже ничего не математики лично мы ничего не видели что снегу еще вот здесь вообще будет по шею зажирели за зиму то здесь вот опасное место и машина навстречу конечно же идет две даже вон там переждем здесь ладно еще недельки и две и можно будет уже более-менее это дорога витя вся такая по колену тут место сырое всегда буксуют а там уже чисто асфальт на пригорке то я скажешь на пока только либо на лыжах либо вот так искать тут глубоко-глубоко вешние воды скажите пожалуйста у кого была в детстве книжка про сипсика такую тряпочную куколку на ветер вышли по все нормально сейчас будет так вот в этой книжке про сипсика есть глава вешние воды как они сидят пароходики все выключаю ветрище поля снежные еще даже конь не валялся еще даже они не начинали тут так вообще вон чушку глубина верху вербочки вербочек можно наломать сбоку вербочки вербочки снег по полям вербочки холодного мы дети холодной суровой земли ой все здесь по полям ветер идем солнце пригревает ногам так тепло а мы потихоньку возвращаемся в обратный путь что-то я забыла ничего не снимала мы все идем беседуем вот это море мы проходили все обратно идем 5 мимо этого пасмурного места где сугробики и пойдем сейчас в сторону города просто так хорошо там где солнце было так как будто уже вообще лето вот это сейчас нам пройти и там 5 будет нормальная дорога завтра уже у нас опять осадки будут и похолоднее немножко и завтра уже опять ведь и небо замолоченное как молоко полосы это значит будет дождь или снег сейчас еще пару дней тут вообще не пройдешь тут море будет ну всем спасибо кто посмотрел всех поздравляю наконец-то наступившей весной ой ой проваливаюсь всем удачи всем пока ома скажи пока смотрите как сверху идет русло и делится на две части одна часть сюда утекает а вторая часть туда и в реку все но реку еще даже не видно она еще под снегом вешние воды